Всем привет! С вами Александр Сосновский. В этом кратком видео я хотел бы показать, насколько нативный майнинг на сервисе CoinHive быстрее JS майнинга. Мне удалось запустить майнер, связать его с CoinHive. И что я заметил? Ну, сейчас у меня интернет, не интернет, а процессор загружен, потому что видео записывается. Но вот мы видим, что цифры в секунду примерно... Вот у меня 8 ядер, я запустил 8 потоков, примерно у меня 200 выдавало. Ну, сейчас начал писать видео 140. Вот, видно также вот, что на сайте тоже у меня тут цифра 200. Давайте я сейчас остановлю, перейду на сайт и тоже запущу в 8 потоках. Пусть прогреется немножко. Но цифры отличаются где-то примерно в 2-2,5 раза. Причем, ну, Unity-то тоже сам движок что-то забирает. Тут, правда, я на сцене ничего не добавлял. Вот, здесь все пустая сцена, но, в принципе, неплохой результат. Как мы видим, вот сейчас с записью видео у меня выдает хешрейт 50. Давайте остановим и запустим опять в прилаге, посмотрим, что оно выдаст. Так, сейчас начнут хешики капать и через какое-то время появится скорость. Так, ну вот, как видите, с старта 140. Ну, то есть, в принципе, в 2,5-3 раза где-то будет лучше. Поэтому я вижу большое будущее вообще в майнинге, в приложениях, то есть, как способ монетизации. Поэтому в ближайшее время, скорее всего, выпущу плагин. Плагин для, во-первых, WebGL-версии, небольшая обертка, во-вторых, под десктоп. То есть, Mac, ну, все PC, в общем, это OS X, Windows. Вот, ну, Linux, наверное, не получится, но хотя бы вот OS X и Windows. Если вы хотите поучаствовать в закрытом тестировании, напишите мне, я вам соберу библиотеку, пока только для тех, у кого Mac. Вот, и потестируем. Ну, на этом все. С вами был Александр Сосновский и до скорого. Пока.